Привет, друзья! С вами Нильф Горн, это Trailer Makers Alpha Demo-версия. И я, опять же, напоминаю, что пока что нету доступа такого свободного к этой игре, ни пиратку, ни... Ещё как-то вы не сможете поиграть в эту игру, кроме как зайти на сайт, ссылочку в описании, и попытаться выпросить у разработчиков доступ, там, подписавшись на Alpha Beta Test. И не забывайте, что, ещё раз повторюсь, Alpha Demo-версия, это вообще только начало, здесь реализованы вот только идеи, начальные идеи, концепции какие-то, да, то есть очень много ещё здесь добавлять и реализовывать, так что не забывайте об этом. Но сегодня мы будем также покорять моря. Сегодня я бы хотел опробовать один момент, то есть это будет тест, это будет тест, я бы хотел грипсти. То есть в предыдущем видео мы сделали реактивный катер, а в этом видео я бы хотел сделать катамаран, ну, что-то типа такого. У нас есть вот такие вот интересные блоки. Посмотрите, то есть, ну, вот здесь вот, допустим, пока что давайте вот так вот поставим, допустим, ну, так же вот так вот поставим, ну, можно и вот так вот. Ладно, окей. Это как бы основа лодки, понятно, да, то есть кабину я поднял, чтобы она не тонула, когда будет болтаться, потом мы здесь выставим колёса, пока не в этом суть. Пока я пытаюсь сделать как раз-таки вот эти грибные колёса. У нас есть вот такой вот блок, он называется, называется spinning joint, и вся суть, что он крутится. Крутится он от двигателей, то есть устанавливая двигатель, садясь в аппарат, мы жмём, и, как видите, он пошёл крутиться изо всех сил. Ну, в принципе, всё понятно, всё логично, всё элементарно, всё очень просто. То есть система понятна. Теперь только нам остаётся вот как раз-таки эти загребные винты построить, но я их буду строить вот пока что вот таким вот образом. В общем, почему пока что? Да потому что я, честно скажу, я не знаю, какие винты будут, вообще будут ли какие-то блоки что-либо загребать. То есть мы построим так, потом, допустим, ну, то есть здесь мы везде... Так, стопэшенька. Опять же, вот проблема установки некоторых блоков. Так, и теперь мы берём ещё дополнительный один блок и разворачиваем его вот так вот, да? То есть и устанавливаем его вот... Ну, вот так вот, к примеру, да? То есть потом мы опять же берём ещё один такой блок, разворачиваем его и устанавливаем немножко чуть-чуть поближе. Вот так вот. И второй блок. Опс. Опс. Ах, вот смотрите. Один раз нажимаешь на кнопку, и всё, и проблемы сразу. И второй блок. Ну, понятно, как мы его размещаем, наверное, да? И так. Мы его размещаем вот здесь вот. Всё нормально, да? То есть он загребает, окунается в воду где-то здесь. Вот, допустим, уровень воды будет. Окунается в воду и пошло. Пок-пок-пок-пок. Если надо будет, двигатель приподнимем. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас я сделаю второй грибной такой... Как это? Кружочек, да? И потом надо будет опустить всё в воду. Ну, в общем, тесты проводить. Так что давайте сейчас сделаю. Так, ребят, ну, давайте вот так перейдём в такой режим. Вот такое у меня получилось. То есть я много колёс не ставил, только поставил вот этот двигатель, чтобы он назад двигал, да? Так. Здесь нужно поменять ротацию. Сейчас я немножко туплю, потому что, типа, смотрите, наводим на этот блок, он не настраивается. То есть мы не можем его как-то перевернуть. Как бы это правильно-то... Мы его не можем... То есть, чтобы, вот, допустим, это крутилось не... Не назад, а вперёд, да? То есть мы его никак не можем перевернуть. И это печально на самом деле, потому что тогда мне нужно будет переносить его как-то вот сюда вот что ли, да? То есть, чтобы оно крутилось здесь. Но это тогда не... Ладно. Мы поступим по-другому. Допустим, мы сейчас, смотрите, выключаем, да? Двигатель работает. То есть, в принципе, всё крутится. Всё, самолётик плавает. Ой, не смотрите, кораблик плавает. Но, как видите, я один отключил. Я один отключил двигатель, чтобы он не функционировал. Ну и, как видите, нифига не работает. Нифига не работает. То есть, хоть мы наяриваем по полной программе, а в принципе, это должно работать, да? По теории. Мы же, как бы, отталкиваемся. Но здесь, как видите, не работает. То есть, нету толчка воды. Возможно, это блок неподходящий. Сейчас я попытаюсь другой блок поставить и посмотреть. Так, я установил обычные блоки, которые уж точно будут как-то соприкасаться. Так, садимся. Ой, что-то всё развалилось. Так, всё. Вес значительно увеличился. В общем, очень значительно увеличился. Так, его начинает болтать, но ребят, как-то странно. То есть, какое-то движение есть, только такое чувство, что я назад, да, еду? Вот серьёзно. Или это вот из-за того, что болтанка просто... Но какая-то болтанка происходит. Но он же точно не назад должен. Ну, смотрите. Что-то происходит, да? Что-то, по крайней мере, какая-то реакция вот на этот блок есть. Но мне кажется, это из-за того, что вес... Вес у этих блоков намного больше веса. То есть, даже если посмотреть, у них 6 килограмм весит. по сравнению с этим щитом он всего лишь 2 килограмм весит. То есть, здесь сейчас сбоку у нас получается 24 килограмма, а до этого было всего лишь 8 килограмм. Ну, понимаете, разница довольно-таки суровая. И мне кажется, всё-таки, ну, это не работает. Даже вот видно, видно, что вот на эту сторону, как бы, где вот этот грибной, так сказать, винт стоит, то есть, он не функционирует. Ладно. Хорошо. Это как бы не проблема. Мы поняли, что это не работает. Есть другой момент движения. У нас ещё есть ещё одна очень интересная штучка. Смотрите, это вот такой вот вот helicopter blade. То есть, это то есть, как это сказать, винт вертолёта? Я так это понимаю? То есть, по сути, если, смотрите, если мы если мы это всё сейчас убираем, да, то есть, кстати, кнопочка delete или плюс это insert это плюс, а delete это минус. То есть, вот здесь вот удобно. А то я, помнится, как-то мучился. Так. Здесь мы сейчас прибавим, потому что здесь вот так вот. То есть, мы устанавливаем вот эту вот штучку. Так, это мы давайте удалим. Это как-то установилось вообще неправильно. То есть, здесь мы устанавливаем вот этот поворотный механизм, который у нас начинает работать от двигателя, да, двигатель у нас установлен. То есть, это получается уже грибной винт. То есть, понятно, в какую бы он ну, сейчас посмотрим. И здесь сейчас надо установить сначала на то, что это будет всё крепиться. Да, вот давайте ставим вот эту поперечину. Здесь вот так вот добавляем. И, пожалуйста, грибной винт. Точнее, ну да, ну как бы здесь он будет не грибным винтом, он будет как бы отталкиваться от воздуха, потому что я так понимаю, что от воды отталкиваются только вот баллоны пока что, да, с кислородом. А вот именно какие-то другие блоки, они пока не взаимодействуют с не взаимодействуют с водой. И здесь вот, честно говоря, я не силён. вот в нагибе, так сказать, винта, и в какую сторону он сейчас будет двигаться. В общем, сейчас я соберу, и мы будем уже тестировать. Так, ребят, готово. Готово, в принципе, такое вот оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Такое вот устройство готово, то есть мы... Что-то происходит. Я не понимаю, что происходит. Так, вперёд-назад. Так, надо двигатель вот этот. Сейчас его нужно настроить по-другому. Реактив. Так, довольно-таки давно, далеко я, точнее, отплыл. С одним вот двигателем, кстати, нормально такая, прям, стабильная скорость. Смотрите, так нормально, 22 километра. Так, ну что ж, давайте попытаемся. Сначала жмём вперёд, да, то есть вот мы вперёд смотрим. И его моментально перевернуло. Типа, в чём прикол? Есть. Обратно получилось перевернуть, потому что здесь с этим проблемки небольшие. То есть его переворачивает. Именно переворачивает видите, прям вот на бок. Теперь в другой бок. Так, сейчас я подумаю и попытаюсь давайте я сделаю так, чтобы ещё, в общем, одни винты установлю, только они, чтобы они в другую сторону смотрели и как бы они хотя это же глупость получается тогда. То есть такое чувство, что нужно, чтобы один винт крутился в одну сторону, а другой крутился в другую сторону, тем самым делая стабильность, да, то есть устройство вот как-то так. Получается что-то типа такого похоже. В общем, получилось вот такое вот устройство, то есть я как бы что получается? Я спереди поставил такой же винт, который просто крутится в другую сторону. Возможно, это неправильно. Я ещё раз на всякий случай сообщаю, что я не мастер строителей, архитектор, гуру вертолётов или самолётов или ещё чего-то. Я здесь с винтами могу ошибаться, это всё. Я устанавливаю всё тестовым вариантом. То есть, ну, в данном случае у меня получилось. Ещё я поворотный двигатель установил, который, ну, благодаря которым поворачивать. Давайте вам покажу, что получилось у меня. я не понял, как оно так всё развалилось, почему кабина вообще отвалилась. Что вообще происходит, типа, типа, алё? Непонятно. Так, всё. Ой-ой-ой. Е-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Сейчас нам нужно немножечко развернуться. чуть-чуть развернуться только буквально вот так вот пошли винты давай 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 и я не знаю как может неправильно но самое главное болтанки нет как видите болтанки нет и он тянет нас вперед таким образом и я думаю даже можно сделать вертолет ребят но хотя здесь нужно подумать еще потому что центр вот этот центр ну как сказать центр вертолета будет ли он в общем есть куча вопросов по поводу вертолетов но ребят собственно получилось единственное что скорость но 29 но такое но не очень быстро правда конечно но но мы смотрите мы можем установить попробовать дополнительные двигатели сейчас главное чтоб перед после перестройки не заглючила у меня устройство и не сломалось так давайте сохраняем обязательно то есть мы установили еще получается два двигателя они нет я не вижу чтоб нет скорость увеличу нет это от от двигателей его ували увеличивается скорость но блин но все равно движение есть это очень интересно так может быть отключить в каждом двигателе колеса может быть как-то это мешает вот пытаемся сейчас назад давайте вот этим двигателем тормозим и нет я типа а я типа в любом случае двигаюсь вперед да то есть я в любом случае двигаюсь вперед ребят типа нажимая назад или вперед то есть без разницы я всегда двигаюсь вперед забавно ну ладно здесь наверно с винтами я конечно накосячил то есть неправильно сделал но все-таки поджигая основной двигатель давайте я отключу колеса и посмотрим есть тут непонятно еще вещь вот у этого двигателя есть ограничение на установку колес ну то есть типа что к нему можно подключить 200 колес и они все будут крутиться с одинаковой скоростью вот это тоже интересный момент но смотрите вот я отключил колеса во первых меня начало тянуть в бок то есть когда я в другуюсь ну назад нажимаю теперь меня крутит в другую сторону то есть видите все равно вот этот турбулентный ну как и реактивные как это эффект реактивного реактивные струи или как-то так он называется я не помню то есть то что вот видите видите меня закручивает начинает крутить вокруг как бы вот это вот ну такое но но факт того что в принципе движение возможно и 38 километров ну в принципе намного быстрее чем было это присутствует конечно единственное что только что разворачивает меня давайте попробуем сейчас кое-что другое сделать так я установил нормально теперь двигатель теперь они поворачивают в нужную сторону как мне нужно работает сразу вдвоем ну и типа теперь мы можем противостоять турбулент вот это нет не можем то есть нас просто тянет в бок но ребят пишите на самом деле о пишите на самом деле в принципе как вот устанавливать винты можете картинки присылать как угодно потому что я в этом не силен это нужно тестить это прям вот реально тестить может быть спереди но хотя если я спереди поставлю такой же поворот двигателей вот такой же может быть крылья в другую сторону тогда в общем вот тут куча вопросов таких которых нужно тестить и в этом я не разбираюсь и после тестов наверное уже делать какие-то свои выводы но ребят вот то что я сегодня хотел проверить я проверил это то что во первых в воду от воды здесь нельзя отталкиваться то есть здесь с водой взаимодействует только только резина кстати интересно вот еще знаете какой момент интересный у нас же есть другие колеса у нас есть вот такие вот колеса в принципе резина у них столько же нет ну по объем то побольше будет вообще-то и вот интересно не как сказать они больше вытесняет воды или или такое же количество они непонятно да то есть вот очень интересно в каком количестве они вытесняют воду и мы сейчас это проверим просто вот здесь вот сзади поставили если мы увидим сейчас какой-то прям такой большую очень разницу то наверное сделаем вывод из-за этого но я бы не сказал что прямо знаете да то есть что прямо задняя часть так прям приподнялась честно да хотя нет хотя нет видно что передняя часть больше окунается дат чем задняя вот сейчас совсем выпрямиться видно да то есть что да кстати объем то воды они похоже больше держит ну нет 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 нормально блин у меня еще эти двигатели работать ладно ничего страшно то есть в принципе я могу вот так вот и вот так вот это максимальная скорость которой я сейчас могу удавать да то есть это нет что то здесь смотрите какой то странно но а смотрите в чем прикол смотрите в чем прикол все таки на двигатели смотрите на колеса ушла мощность двигателей и сразу перестала перестала меня сильно разворачивать блин а может быть разворачивать еще из-за того что вот эти винты гребут интересно может быть такое столько вариантов конечно которые нужно про ну именно тесте да то есть просто именно проводить какие-то эксперименты да как-то экспериментировать как-то настраивать и блин надо двигатель не посередине ставить а их назад оставлять потому что видите у меня разворот такой очень очень затяжной получается на этом я наверное буду заканчивать ставьте лайки если вам понравилось видео она такой познавательная получилась конечно я не все реализовал что хотелось бы с плавательными устройствами но в принципе пока что пока что очень очень даже круто и мне нравится на этом все удачи и пока